Борис Дубровский призвал губернаторов Урала поддержать команду Металлург в финале Кубка Гагарина. Коллегам он обратился во время видеоконференции с полномочным представителем президента Игорем Халманских и главами региона Фурфо. Предлагаю всем, по крайней мере в Уральском федеральном округе, болеть за Металлург, дабы помочь ему оставить Кубок Гагарина в очередной раз в Челябинской области, в Уральском федеральном округе, в Магитогорске. Главная серия Кубка Гагарина начнется завтра. Первая битва между Металлургом и СКА пройдет в ледовой арене Магнитогорска. Билетов в кассах уже нет давно. Опоздавшие ищут их в социальных сетях. Эксперты говорят, что это будет лучшая игра, ведь и Металлург, и СКА ни разу не проигрывали в финале. О готовности южноуральских хоккеистов к борьбе расскажет наш корреспондент Эльвира Исмогилова. Долгий перерыв между сериями не ослабил настрой игроков. Даже наоборот, в клубе уверены, команда готова на 100%. Времени на тренировки и на восстановление было достаточно. Волнение есть всегда, даже перед игрой с Новокузнецком. Что говорить о финальных играх? Я уже досмерски хочу, чтобы эта серия началась. Наша команда одна из лучших в КХЛ. Но финал это подтверждает. Финал два раза. Второй раз уже за два года в финале. Это многого значит. Магнитогорцев ждет серьезный соперник. Команда СКА хорошо укомплектована и настроена на борьбу, эксперты отмечают. На данный момент в команде Столиваров выделяется звено Коваржа. Питерские соперники понимают это и будут пытаться не дать возможности проявить себя лидером Магнитогорцев. У Олега Знарка собраны одни из лучших игроков в КХЛ. И большое внимание уделяется физической подготовке хоккеистов. Очень мощно везде, от и до. Большинство, меньшинство важную роль в серии будет играть. Это две лучшие команды в лиге. Тут решают все мелочи и детали. Готовимся. При этом Металлург называют единственной командой, способной дать СКА отпор. Металлург является действующим обладателем Кубка Гагарина. В прошлом году в финале магнитогорцы обыграли ССКА, поэтому делать четкие прогнозы на серию не берутся даже самые смелые аналитики. Я думаю, что это и лучшие нападающие, и лучшие защитники, и лучшие вратари. Надеюсь, что лучшие судьи и лучшие болельщики прежде всего. Мы знаем, как болеют в Питере, мы знаем, как болеют в Магнитогорске. Я думаю, что третий финал за последние четыре года дал хорошую тренировку для магнитогорских болельщиков. Эксперты заявляют, эта серия будет рекордной при любом раскладе. Так, например, главный тренер СКА Олег Знарок близок к тому, чтобы стать первым тренером КХЛ, который трижды завоюет Кубок Гагарина. Кроме того, за девять сезонов он уже в четвертый раз выходит в финал. Сергей Мазякин может установить рекорд по количеству забитых шайб, который, возможно, продержится еще 50 лет. И самое главное, Металлург может стать первым трехкратным обладателем Кубка Гагарина. Еще раз напомню, финальная серия плей-офф стартует 8 апреля в Магнитогорске.